Добрый день, дорогие друзья! Мы рады сегодня приветствовать вас в нашей студии. И сегодня на повестке дня у нас такая злободневная тема, как теневой рынок медицины, кто и как лечит наших пациентов. Мне хотелось бы сразу представить наших спикеров сегодня, кто любезно согласился принять участие в этой передаче. Это Фатима Хаджумратовна Цгоева, кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, доцент кафедры диабетологии и диетологии, зав. отделом диетологической помощи Государственного научного центра Института эндокринологии Минздрава России. Это Георгий Гарьевич Зарецкий, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов. И у нас на связи Николай Александрович Мациевский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Северо-Западного Государственного медицинского университета Мечникова, врач-эндокринолог, андролог, многопрофильный клиник ЕМС, преподаватель колледжа Бена Вайдера, член Европейского общества по изучению ожирения. И я, Ванатова Ольга Владимировна, председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия». Что объединяет нас сегодня вот в этой аудитории и с этой непростой темой? Вы прекрасно знаете, что количество сфер, пораженных теневым рынком услуг, неспециалистов постоянно растет. Растет и количество пострадавших от помощи, непрофессионалов, которые консультируют по вопросам питания и образа жизни. Я хотела бы сказать, что к этой теме мы, как общественная организация, пришли не сразу, но то количество, огромное количество вала, обращений наших граждан по поводу того, что куда пойти лечиться, что делать с нашими болячками, заболеваниями, где найти правильного специалиста. И мы, конечно, проводим свой анализ рынка, провели свой опрос среди населения Российской Федерации, когда занимались вопросами в начале ожирения. Но пришли к тому, что куда же обращаются в основном люди, идут ли они к специалистам, идут ли они к врачам. И вот посмотрите на презентацию, у нас небольшие слайды. Первый слайд – это к кому обращается за помощью человек с избыточной массой тела. Вроде бы наш профиль, мы начали это изучать, и вы видите уже по цифрам, вот по цифрам. Социальные сети уже 40%, нутрициологи – 30%, и сами врачи, которых мы имели в виду, врачи-эндокринологи, диетологи – это 20%, ну 10% психологи. Только 30% обращаются к врачу. Почему они идут в социальные сети? В чем причина? Сегодня мы тоже разберемся. Но хотелось бы сказать, а что такое этот рынок медицинских услуг, что он собой представляет. Это мониторинг, который мы проводили в интернет-пространстве. Вы сами знаете, это куча марафонов сушек, интернет-блогеров, которые ведут интересные, скажем так, в кавычках передачи. Но каждый человек тоже может стать, оказывается, немножко врачом. И везде кишат сайты этими услугами о том, что ты иди спокойно, ты можешь не иметь медицинского образования. Вот часто задаваемый вопрос – это учиться можно, не имея высшего образования на такого специалиста? Конечно, да, отвечают наши красивые красочные сайты, говорят о том, что сколько можно заплатить за профессию так называемого в кавычках врача, одеть белый халат и уже стать специалистом. Даже я, не имея медицинского образования, оказывается, могу буквально пройти 5 модулей за какие-то 68 тысяч уже, читать анализы и быть практически врачом. Соревноваться с вами, Фатимаха Джимуратовна, вот так вот. Так что, оказывается, это все возможно в наше время. И когда я выбирала специальности, думала, что же мне выбрать, лучше быть диетологом, нутрициологом или коучем по питанию, как я их называю, верным другом, людей, которые как бы должны просто помогать, мотивировать людей. А мне, например, попался вот такой интересный слайд. Интересно, правда? После наших курсов студенты в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей. И самое интересное, посмотрев на расценки, я поняла, что оказывается консультантам по питанию быть намного интереснее. Это очень дорого, увлекательно и вкусно. А диетологи всего лишь получают от 90 до 120 тысяч рублей. Это, конечно, наша общая беда и общая проблема. И хотелось бы обратиться к вам, Фатима Джимуратовна. Как у вас, в вашем профессиональном сообществе, вы столько стояли у истоков создания диетологической службы. Как у вас относятся к этой проблеме? Ольга Владимировна, спасибо большое за то, что пригласили в студию, за то, что подняли этот вопрос. Потому что, если мы с вами абстрактно будем мыслить, давайте отвлечемся от законодательства, от всего. Все-таки на сегодняшний день, мне кажется, запрос, он сформирован, и, собственно, ответ сформирован, то, что вы говорите, потому что у нас растет поколение такого осознанного, осознанное поколение. И запросы они формируют определенным образом. И, с одной стороны, я как доктор, ну, в общем, достаточно мне приятно понимать, что у нас есть пациенты, которые хотят включиться, вникнуть в свою проблему, которые готовы разбираться с врачом. Но, к сожалению, то, что вы сказали, да, то, что на место врача подчас идет подмена понятий. И я взяла, вот, я не буду говорить обо всем, я просто взяла ту сферу, в которой я, собственно, работаю, это ожирение и, собственно, да, диетологии. Почему именно эти специальности подвержены максимально атаке этих так называемых специалистов? Потому что, ну, спросите любого человека, вот сейчас выйдите на улицу на тротуаре, остановитесь, спросите, что надо сделать, чтобы похудеть? Я с 97-го года преподаю в школе для пациентов с ожирением, ни одного человека еще не было, кто не знал, правда не знал, что надо сделать, чтобы похудеть. Ну, конечно. Все знают? Да, 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 да. Все знают. Так мы убедились. И понимаете, вот это ощущение, что все знают, и в это поле заходит, да, начиная, там, помните, хочешь похудеть, прости меня как, со значками люди ходили еще 30 лет назад. Нет вопросов, почему важна диетотерапия. Но тут вопрос, опять же, подмена опять понятий. Если мы говорим «диетотерапия», то это лечение. Понимаете, это лечение. И если мы говорим «диетолог», то это врач. Если «диетотерапия», вот вы берете назначение, да, врач, любой врач, первый, он должен написать постельный режим, домашний режим, второй, он должен написать обязательно питание. Какое питание данному пациенту, не важно, что он лечит. И только третий пункт, мы подразумеваем, что должны быть, да, какие-то препараты. То есть исторически мы понимаем, что питание – это очень важный компонент. Нет вопросов о важности питания. Но мы сегодня не про важность, мы про то, какая, собственно, законодательная база. Я взяла законодательную базу за последние 20 лет. С 2003 года очень пристальное внимание уделялось именно законодательной базе о диетологической помощи пациентов. И вы видите, да, основной такой базовый закон 330-й о мерах по совершенствованию лечебного питания, лечебно-перфилактических учреждениях. Он такой охватывающий, очень многие вопросы, кто может быть врачом, какие диеты прописываются. Дальше идут различные приказы, дальше совершенствование этого закона. И вот законодательная база оказания диетологической помощи подразумевает, что медицинская помощь может оказываться в следующих условиях – либо амбулаторно, либо дневной стационар. Дальше идем. Дальше мы смотрим по законодательной базе, собственно, а кто может оказывать. И на первом месте стоит слово «врач». Если есть диетолог – прекрасно. Если есть педиатр или терапевт, в отсутствии диетолога, они тоже имеют право первичную помощь оказать. Если она не суперспециализирована, а на этапе первичного звена они тоже могут оказать эту помощь. И оказание специализированной медицинской помощи больным – послушайте, тут ведущее слово «специализированная медицинская помощь больным» осуществляется с привлечением врачей-специалистов по специальности. Вот это ключевые слова, которые мы должны в голове себе отложить после сегодняшней беседы. Да, если человек болеет, то его должен лечить врач. Если врач лечит, он должен назначать правильное лечение согласно поставленному диагнозу. Опять же, вы видите, у нас должно быть, согласно этим всем приказам и законам, на количество должностей в одной поликлинике должен быть один врач-диетолог на 15 врачей-специалистов. Вот тут я хочу показать тот многослойный пирог, из-за чего, собственно, это и происходит. У нас на 15 специалистов амбулаторного звена по законодательству должен быть один диетолог. На 15? На 15. Вот сейчас просто посмотрите, доктора, вот будучи в поликлинике, сколько у вас диетологов в поликлинике? Собственно, понятно, откуда все это берется. Дело в том, что я, будучи преподавателем, задействована в создании профессиональных стандартов, и вот требования к образованию и обучению первое, должно быть высшее образование. Если мы берем специалиста, готовим по диетологии, высшее образование, лечебное дело или педиатрия и подготовка в ординатуре. Но есть второй вариант, постдипломное образование. Человек может пойти в постдипломную переподготовку по диетологии, и не так много специалистов могут это пройти. И вы видите, тут перечень специальностей, это общая врачебная практика, педиатрия, мы видим терапию гастроэнтерологии, эндокринологии. Не так много специалистов могут получить вот эту самую переподготовку профессиональную. Существует профессиональный стандарт. Это условия допуска к работе. Сертификат специалиста. Итак, мы с вами поняли, что сертификат специалиста получает человек, который закончил ординатуру, прошел всякие зачеты, незачеты, аккредитации, получил сертификат, либо он прошел постдипломную переподготовку, имея до этого свой бэкграунд по основным другим специальностям. И вот новый приказ у нас вышел. Это и совсем свежий приказ. Это утверждение квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. И я просто выдержку из приказа показываю. Уровень профессионального образования, высшее образование, специалист, как мы уже говорили, есть лечебное дело или педиатрия, подготовка в ординатуре, либо переподготовка. Это вот совсем свежий приказ, который вышел в мае. И тогда мы имеем возможность получить должность врача-диетолога. А, собственно, где можем получить? Я, конечно, не упускаю возможность показать, что у нас в центре есть возможность бюджетно пройти, на основании бюджета. Либо это целевые места. У нас достаточное количество мест, если кто-то из регионов, если нас слушают специалисты, которые хотят сами пройти ординатуру или переподготовку, и получить государственный диплом, который даст возможность работать в любом государственном учреждении. То есть я просто показала ту законодательную базу, на которой мы основываемся к подготовке специалистов по диетологии. И еще тогда вопрос сразу. Когда видишь такую глыбу, сколько надо приложить усилий, все-таки, наверное, как-то надо поменять местами. Наверное, консультант по лечению не столько должен получать, согласитесь. И еще у меня такой вопрос. Кто должен иметь специализацию нутрициолог? Если нутрициологи с высшим образованием, и вот это как раз нутрициология, и вот эти коучи по питанию, которые не имеют вообще образования, как вы к ним относитесь? Смотрите, мы сейчас говорим, должны разграничить популяризацию питания. Просто питание. Я не говорю добавок, я не говорю введение каких-то молекул, назначение молекул. Я говорю историю лечения. Вот есть просто популяризация питания. Это очень интересная тема, это крайне интересная тема, и для каждой популяции она своя. Это можно говорить бесконечно. И, в принципе, человек, который имеет хорошую биохимическую базу, это может быть биохимик, это может быть медико-биологическую специализацию какую-то иметь, не обязательно иметь лечебное дело, а иметь понимание вот этой вот истории, когда не наноси вреда. Другая совершенно история, когда мы имеем дело с больными людьми. То есть ожирение. Это болезнь. Это уже болезнь. Ольга Владимировна, у нас есть МКБ, это классификатор болезней. Если вы ставите диагноз, банально, недостаточность витаминов группы В, это диагноз. Если вы поставили диагноз, то дальше должен лечить доктор, потому что передозировка любого витамина может дать очень негативные явления. И мы видим это. К сожалению, просто вот этот биохакинг, собственно, осознанность привела к биохакингу. Давайте посмотрим анализы. Да доктор отличается тем, что доктор хороший, да, доктор имеет который стаж большой, он в коридоре поставит диагноз. Проблема в том, что врачом становится не через, даже никогда прошли специализацию, даже никогда закончили ординатуру. Врачом в большом смысле слова становится, ну, лет 10 надо отпахать, иметь просто насмотренность, клинический опыт. И если мы имеем диагноз, мы обязаны лечить препаратами, и мы обязаны быть врачами. Понимаете, не имеет права человек, не имеющий медицинского образования, лечить больных людей. Недостаток витамина D. Уж более популярной истории, наверное, про витамины сейчас не придумать. Какие мы имеем последствия, да, необдуманности. Недостаток, там, селена, я не знаю, какие угодно сейчас эти выводят, но селена – это не диагноз. Но вот практически по основным группам витаминов, то, что можно сейчас вот прям диагностировать, да, вот это мошенничество, это мы видим. То есть, когда мы приходим, например, в фитнес-центр, у нас это сейчас распространено. Все как бы идут, и всегда при многих спортивных клубах существуют такие кабинеты правильного питания. И я не говорю сейчас о всех спортивных клубах, но такое имеет место быть. И когда там тебе предлагают услугу, что тебе могут сформировать как бы твой рацион, как бы ничего плохого тут нет. И я тоже не против того, чтобы очень много людей занималось просветительской деятельностью и говорило о правильном питании. Чем больше нас будет, тем лучше. Но, естественно, мы против того, чтобы лезли в вот эту зону ответственности человеческого здоровья, связанную с ожирением. И вот, возвращаясь к фитнес-клубам, то есть вот у нас обращение. Я сейчас даже как бы проецирую на себя обращение людей, которые к нам, ну, как бы обращаются, я через себя это все переношу. Приходит человек в фитнес-центр, его направляют в кабинет питания. И там определенный, так скажем, специалист по питанию, назовем это так, говорит ему, вы сдайте анализы, принесите мне их, мы с вами назначим вам систему питания. Мы знаем, мы все с вами сдавали вот эту вот, как бы большую А4, я не знаю, там комплекс на микро-макроэлементы, вот это все сдавали, носили это все, видели эти анализы. Мы приходим к этому специалисту, не доктору сразу оговариваясь, хотя он сидит в белом халате, и все красиво. Вот. Он смотрит на эту, на эти результаты этих анализов и начинает говорить, Б, С, вам столько-то, столько-то, столько-то. Это уже получается, как бы он не в зоне своей компетенции работает. Вот что я вам могу сказать? Создать меню, можно обратиться к искусственному интеллекту. Сейчас вообще уже можно не обращаться к так называемым специалистам. Вообще, у нас сейчас идет такая очень интересная эпоха, когда искусственный интеллект что-то может сделать вместо таких, ну, скажем так, не совсем думающих, и врачей даже не совсем думающих. Поэтому создание меню, ну, к сожалению, это не лечение. Лечение – это создание того меню, начиная просто с психологических характеристик, которые для вас персонифицированы с учетом вашей генетической карты, с учетом вашей жизни. А просто сдайте анализы, ну, это мы вам с вами сказали, биохакинг. Понимаете, вы берете норму отсюда и досюда, от 10 до 100. Условно. Какая ваша норма? Вот какая ваша норма? Ольга Владимировна, потребление того или иного витамина. Так надо посмотреть ваш бэкграунд. Если вы занимались профессиональным спортом, если вы пили те витамины, когда формировался ваш метаболический статус, или когда вы настраивали свой организм, а сейчас вы перестали этим заниматься, настолько это тонкая настройка. И когда мы говорим, вот давайте представим оркестр, выходит дирижер, врач – это тот дирижер, который знает, как должна звучать первая скрипка, как должен звучать фагот, ударный, и в какой момент надо это включить. А зачем мы тогда… Вы, собственно, нужны врачи, если вы просто закинули в искусственный интеллект. Не нужно. Зачем нужно столько учиться? Потому что, я не знаю, пусть не обижаются другие специальности, но мне кажется, более каторжной учебы, чем медицина, представить невозможно. И медицина – это, в общем, я всегда говорю, да, это искусство, но скорее это религия. Потому что ты должен постоянно в этом быть, ты должен это помнить, потому что искусство, от тебя вот пришло, одухотворение там написал, там выступил. А религия – это ты всегда в этом. Ты не можешь отклониться, ты не можешь уйти в другую сторону. Ты все время думаешь об этом, думаешь о пациентах, ты вечно читаешь, ты вечно совершенствуешься, и это с раннего, с раннего детства. Хорошие врачи, как я говорю, у нас нет понимания, что так я не знала, честно, правда. Я не знала, вот врачей, которые бы, когда мы учились все, да, хорошие доктора, которые выросли, мои однокурсники, никто не посещал ночных клубов, никто не позволял себе лишнего времени такого праздного времяпрепровождения, потому что мы постоянно учимся. А кто активно посещал, скорее всего, мы к ним не пойдем. Не знаю. Ну, хотелось бы, хотелось бы сейчас сказать, так как я даже фитнес-клубов затурнула вот эту тему, и вообще мы стали говорить о медицине, и сразу трепет у нас, когда мы идем к врачу. Хотелось бы сказать, мы, ну, диета, здоровый образ жизни, скоро Новый год, мы все худеем, женщины, конечно, больше привлекают внимание, и вот эти ЛЖ-специалисты, скажем так, они активизируются. Но у нас в последнее время, это хорошая тенденция, кстати, мужчины стали заботиться о своем здоровье, очень. Вот, и это тоже связано с тем, что они начинают такую активную деятельность, и вроде все прекрасно, но почему-то они тоже обращаются к этим специалистам, ну, ЛЖ-специалистам, потому что ЛЖ-врачам, там, я не знаю, каким-то блогерам, которые активно рекламируют всяческие мужские добавки, обеспечивая и популяризируют то, что это вы станете Ильем Муромцем, вы станете Брэдом Питом, и к Новому году вообще будете, ну, мега-крутым таким человеком, я не знаю, обретете счастье, и будете востребованы у женщин. Мы не называем, ну, мы не называем эти, корректные эти препараты, я даже боюсь об этом сказать, но такая тенденция и есть. И я хотела бы, Николай Александрович, к вам обратиться, потому что вы тот человек, который, ну, не то, что не понаслышке, а практически погружены в данную тематику, и даже не только мужского здоровья, вам слово. Добрый день еще раз. Добрый день, коллеги. Ну, я тоже хотел бы поблагодарить за приглашение, и действительно тема очень актуальна, и, наверное, это даже, наверное, тема ни одного семинара, даже это не семинар, скорее такого беседы, да, который позволяет нам поднять, актуализировать эту проблематику. Дело в том, что действительно, я немножко продолжу тему фитнес-залов, фитнес-инструкторов, вот мы, я тоже преподаватель колледжа Бенна Вейдера, об этом сегодня тоже было озвучено, и мы пытаемся наших фитнес-инструкторов переориентировать, если вдруг мы видим пациента, то есть мы видим, ну, вот тот же самый пациента с ожирением, все-таки не заниматься самолечением, то есть подбирать-то вы можете какое-то питание пациенту, ориентировать на колораж, там, даже, может быть, по каким-то микронутриентам, но если вы видите, что ситуация достаточно серьезная, нет, берите дело, отправляйте к эндокринологу либо другому специалисту, и, соответственно, проводите некую такую междисциплинарную работу, и фактически мы на каждом семинаре говорим о том, что это междисциплинарная команда, которая требует ведения в комплексе, и на себя тренер не должен забирать эти компетенции, хотя мы их пытаемся обучать во многих направлениях, в том числе и психологической поддержки этого пациента, или клиента, и так далее, чтобы он мотивировал его, тем не менее, вот многие мои ученики, которые закончили колледж, они, в принципе, со мной продолжают работать или с другими там врачами, и это действительно очень радует, что вот всё-таки мы как-то меняем позицию, и проблема-то в том, что есть определённые фитнес-блогеры, которые популяризируют обратную ситуацию, и, конечно же, вот приходится объяснять это всё, что на самом деле возьмёте пациента и получите кучу всяких проблем, и, может быть, даже пациент не обратится, не то, что он может умереть, например, то есть после такой тренировочного комплекса, либо неправильно подобного, скажем, лечения, а сам фитнес-тренер об этом даже не узнает на самом деле, потому что он просто не придёт на его тренировку, и поэтому ответственность он, как бы, получается, не понесёт. И, конечно, по поводу мужчин, здесь вообще ситуация очень дичайшая, потому что если с нутрициологией там, хотя тоже появились люди, которые капельницы ставят, нутрициологические, причём такие, которые совершенно непонятно, вот я думаю, Фадима Хачмуратовна об этом проговорит подробнее, так вот, у нас же проблема очень необоснованного значения тестостерон заместительной терапии или вообще, в принципе, использования наоболических стероидов, то есть в том числе для того, чтобы увеличить эффективность каких-либо там, ну, значит, физических свойств, выносливости и так далее. По наоболическим стероидам это тема, наверное, отдельного разговора, я хотел бы, наверное, сегодня не так подробно про это говорить, а вот про тестостерон заместительную терапию я бы хотел бы поговорить, потому что на самом деле у нас появилось огромное количество так называемых докторов, ну, мы не называем персонали, все прекрасно знают, кто это такие, блогеры, миллионники, которые собирают огромное количество подписчиков, и фактически вот такие вещи и говорят по поводу тестостерон заместительной терапии, что если бы, ну, реально была бы возможность, ну, давайте так, я скажу, что очень-очень нехорошие вещи, то есть говорят, которые с точки зрения экспертного сообщества вообще абсолютно неприемлемы, то есть они говорят просто-напросто абсолютные мифы, предлагают какие-то свои референсные интервалы тестостерона, допустим, то есть условно говоря, когда мы говорим на лекциях, что нужны какие-то физиологические диапазоны, вы ответственны за пациента, безусловно, вы должны вести этого пациента, они предлагают совершенно свои референсные, сакральные, значит, интервалы, основанные непонятно на каких исследованиях, непонятно на чём они, и часто бывают вот по моему опыту, при чём тут твой опыт, то есть наш опыт твой, точнее сказать, не интересует, а есть определённое медицинское как бы сообщество или там рекомендации, которые основаны не просто так, мы годами отмывали эту андрологию от вот этих шлейфа, рака предстательной железы, сречен судистых событий, а эти господа нам сейчас своими, клиническим своим, извиняюсь, опытом пытаются сейчас предложить совершенно другую альтернативную вселенную совершенно, и потом мы долечиваем этих пациентов, они к нам приходят с уже побочными эффектами при неправильном назначении той или иной терапии, и, соответственно, мы-то ничего не можем сделать в этой ситуации, поэтому проблема в том, что у нас такая же ситуация творится не только же в андрологии везде, но и вот буквально недавно, я не раз рассказывал ситуацию о молодой девушке, которая значит, так называемый очередной блогер, который, значит, она его наслушалась или ему назначили, соответственно, эта терапия, она в себе ввела, либо ей ввели препарат тестостерона, инъекционной формы, тромбанула и умерла. Ну и что в этой ситуации? Хорошая ситуация? Конечно же, не очень. Таких ситуаций наверняка много, и поэтому, конечно, это огромная проблема сегодня, и нам нужно как-то это принимать, какие-то меры, потому что, если мы не будем принимать меры, у нас получится достаточно большое количество проблем среди населения, и в том числе у нас в медицинской практике, потому что мы этих пациентов потом долечиваем, либо получаем какие-то тяжелые побочные эффекты, с которыми мы, конечно же, очень не согласны, когда так вот ситуация поворачивается в этом направлении. Наверное, так вкратце, если как бы объяснить общую проблематику. Ну и, наверное, отчасти хочу сказать, что проблема еще с чем связана? Тем, что сами врачи, врачи, им, профессиональному сообществу, вот эти люди бросают вызов. Многие врачи, вот мы ездим по регионам, по России, ну, может быть, кто-то меня сейчас слышит, кто-то из моих, скажем, врачей, который у меня обучался, и они могут тоже подтвердить, что многие врачи просто боятся заниматься проблемой антрологии, хотя уже вроде рекомендативные письма, и вот сейчас вот Эдокринноучный центр Роман Викторович Рожеванов, в том числе мы, наш кафедрый рецензировал рекомендации по синдрому гипогеннадизма, пытались вам как-то предложить какие-то возможности, все равно боятся, не хотят они заниматься, компетенции недостаточно, хотя, в принципе, мы обучаем, и, конечно же, вот эти товарищи появляются как черты с табакерки, которые говорят, что, ребят, у вас на самом деле тестострон должен быть минимум 30 наномоль, хотя уже тогда мы понимаем, что когда 30 наномоль, уже есть риск развития того же самого сгущения крови, увеличения гематокрита и риска тромбообразования. Они говорят с большой трибуны на миллионы подписчиков о том, что вот, ребята, смотрите, какой должен быть тестостерон, все остальные дураки, а вот мы такие умные на самом деле. Видите, это потому, что у нас такой клинический опыт и какие-то там, извиняюсь, исследования на 10 пациентах или, например, на кольчатых червях, извиняюсь за выражение, конечно, ну вот основная проблема вот в этом, на самом деле. Наверное, вот так вот я бы, наверное, сегодня проговорил. И проблема и самих врачей, и в том, что вот эти товарищи очень красноречиво очень хорошо пропихивают свои идеи. Спасибо большое, Александр. Я постарался развернуто проговорить эту ситуацию, потому что, ну, смотрите, если, как сказать, у нас есть вопросы, там будет у вас, может быть, какие-то вопросы или там вопросы у наших подписчиков, кто вот, или людей, которые участвуют в нашем сигнале, я, в принципе, поподробнее могу проговорить. В принципе, там истории на самом деле много очень и действительно очень сложная проблема. Сложная проблема, я думаю, что вот Георгий Гарьевич, он, может быть, поподробнее скажет, как это регулировать, эти проблемы, на самом деле, потому что действительно у нас, ну, не хватает возможности этим еще заниматься юридическими моментами. И, ну, что мы можем? Вот мы можем вот так вот собираться, может быть, я там веду небольшой каналчик, который позволяет говорить о том, что, ребята, вот это не надо делать, но на самом деле и фитнес-инструкторам мы пытаемся, и врачам об этом говорить, а, к сожалению, их медийность, их риторика, их, может быть, и харизма, потому что это вот они просто такие люди, если послушать, действительно можно заразиться вот этой идеей, она позволяет продвигать совершенно дичайшие схемы, да, то есть с какими-то комскими дозами препаратов или вообще совершенно непонятными референсными интервалами, и мы при этом не можем с этим справиться, потому что у нас и времени нет на это, на самом деле, возможностей, и, скажем так, само профессиональное сообщество, ну, честно говоря, изолируется от вот этих проблем, а это плохо, это нельзя, надо, чтобы мы действительно выносили чаще, говорили, обговаривали, организации такие, как то же самое «Стройная Россия», должны тоже, в том числе, как-то попытаться это направление также менять в данном, в данном, в разделе, так, медицины, либо еще. Спасибо. Николай Александрович, очень хорошо, понимаете, я сузилась на достаточно распространенную тему диетологии, да, потому что каждая там женщина может там рассказать, как правильно питаться, как ей кажется, как правильно питаться, такая более, скажем, даже, я бы сказала, более светская история про питание, а вот когда, как правильно говорит Николай Александрович, уже посягают на гормоны, на гормональную терапию и тестостерон, и анаболические стероиды, а гормон роста, Николай Александрович просто сегодня не поднял. Это боль, это боль эндокринологов, потому что, чтобы доказать приобретенную недостаточность гормона роста, нужно как минимум по нашим стандартам, по клиническим рекомендациям провести две пробы, да, довести пациента до гипогликемии, то есть когда сахар уже совсем-совсем низкий, взять пробу, посмотреть. У нас на все прописаны стандарты, понимаете? Вот то, что касается эндокринологии, все клинические рекомендации на все нозологии прописаны, отписаны, то есть для врачей это в помощь, но как выяснилось, да, вот любой фитнес-тренер может назначить, а где его зона ответственности? Врач выписал, штамп поставил, печать поставил, печать учреждения, а вот блогер, это же фантом, я всегда вот удивляюсь, опять же, переводя в плоскость религии, да, у нас есть основные религиозные течения, есть секты, вот у меня такое ощущение, что мы сейчас выступаем, как есть прекрасный человек, который борется с сектами, это Александр Дворкин, у меня сейчас ощущение, что мы взяли некую функцию Дворкина, потому что мы по факту, да, несем ответственность от начала и до конца, я имею в виду врачи. Мне всегда интересно, вот те пациенты, которые общаются с фантомами, а по факту это часто бывают фантомы в интернете, и это не обязательно плохо, это с плохим образованием люди. Вот у меня приходят на прием, я говорю, а кто вам это посоветовал? 28 бадов там, я не знаю, есть не надо, потому что до завтрака одно, после завтрака другое, горстями, да, там 28 капсул каких-то, все баночки приносит она мне на прием. Я говорю, кто посоветовал, женщина с хорошим образованием, высшим, руководитель какого-то направления, она говорит, ну вот в интернете, я говорю, глаза видели этого человека. Тут, понимаете, абсолютно прав Николай Александрович, говоря, что мы виноваты, врачи тоже виноваты, допуская вот эту, даже уже не лазейку, мне кажется, им дверь распахнули, да, этим шаглаканом. Ну это мракобесие, так можно говорить. А со второй стороны, понимаете, пациенты, когда они там набедокурят что-то с этими и приходят к врачу, спасите, помогите. Пришла ко мне пациентка, у нее ферменты печени вместо 200, у нее 6 тысяч, 7 тысяч, оказывается, ее лечили, извините, от гельминтов, потому что надо было вылечить аутоиммунный тироидит. Все, у нее лекарственный гепатит, понимаете, все, приехали. И я не знаю, и потом, если не дай бог что, вот у нее не так пойдет, кто виноват будет в этой истории. Вот, Георгий Георгиевич, мне кажется, уже пришло время вам выставить. Мы возмущаемся? Мы все вам. Смотрите, на самом деле это вопрос исключительно социального заказа, потому что еще в 17-м году депутат Государственной Думы Виталий Милонов предлагал законопроект, вносил его на рассмотрение, который ограничил бы вообще возможность работы всем этим шаманам, цыганам, инфо-цыганам и так далее. Ну вот, 17-й год, соответственно, фракция «Единая Россия» не заинтересовалась этим законопроектом. В прошлом году Нина Останин, тоже Государственная Дума, депутат, также предложил подобный законопроект. Восыны не там. Я вам больше скажу, нынешнее законодательство, его пласт позволяет, в принципе, ограничить деятельность вот этих вот чудо-врачей очень резко. Я могу привести кучу статей и в КОАПе, и в Налоговом кодексе, и в уголовном законодательстве. Нет социального заказа. И вот то, что мы сейчас действуем, здесь вот рассказываем, популяризируем этот вопрос, это, безусловно, большой шаг. Потому как, сами понимаете, раз это наше государство занялось уже этими блогерами-миллионниками, понятное дело, да, по какой причине. Вы не думайте, вот, господа, нутрициологи, да, и к вам придут. Обязательно придут. Даже начнем даже с тех же самых налогов, преснопамятных, которые сейчас больше всего интересуют государство, потому что вопрос здоровья граждан, скажем так, здесь вторичен. Есть такая статья 89 Налогового кодекса, которая позволяет проверить налоги за последние три года. Поскольку все, так сказать, ваши действия, связанные с получением каких-либо денежных средств, сейчас прекрасно видны, помните, да, что в соответствии с 224 статьей Налогового кодекса вы будете обязаны их заплатить, а также по 122 статье еще и штрафом. Вы помните, какие штрафы сейчас вот тем же самым, там, Блиновской, да, и так далее. Помните об этом? Каждый божий день. Где-то так. А вот скажите, та ответственность, да, вот нам не очень понятно. Фитнес-тренинг что-то посоветовал, человек-фантом из интернета посоветовал. Пациент это соблюдает. Кто будет нести ответственность за то, что произошло с пациентом? А он пришел к врачу и просит помощи? Ну, смотрите, если вдруг все-таки поступит заявление в Следственный комитет, в прокуратуру, да, или в правоохранительные органы, и те найдут причину-следственную связь с рекомендациями этого гражданина, да, к человеку, который в конечном счете потом получил вред здоровью, либо скончался, не дай бог, безусловно, этот человек будет привлечен к уголовной ответственности. Вопрос поставить это, так сказать, в какие-то рамки. А где точка отсчета? Вот фитнес-тренер на словах сказал, кто докажет, что он назначил гормон? Экспертиза. Как? Вот как это? Потому что с врачом все понятно. Вы поднимаете наши истории болезни, и все видно там, да? Безусловно. Поэтому еще раз говорю, надо проводить комплексную судебно-медицинскую экспертизу, которая будет последовательно выявлять цепочку событий. Соответственно, если будет доказано то, что этот нутрициолог мне нечто посоветовал, что в конечном счете повлекло тяжкие последствия, безусловно, этого нутрициолога обязательно привлекут. Тут замкнутый круг. Да. Если будет доказано. Да. Человек умер. Я поэтому и начал, если будет социальный заказ. Ну, сейчас Комитет по охране здоровья, конечно, очень активно поднял этот вопрос, как раз по поводу лжеспециалистов, так я их называю. И, конечно, им большое спасибо. Я думаю, что вот на последних всех заседаниях, которые прошли, эта тема все-таки, я вижу, что она такая резонансная, во-первых. На самом деле, мы тут уже собрались, потому что мы говорили, говорили об этом, на своих площадках с профессиональным сообществом. И, наконец-то, это все немножко сдвинулось с мертвой точки. Я думаю, что как-то этот вопрос решится, потому что нутрициологи уже собираются. Ведь сами по себе, то есть нутрициология – это тоже наука, правильно ведь? И по большому счету нутрициологи, они нам нужны, и они как бы необходимы. И они делают тоже огромную работу, но профессиональные. И вот эти люди, которые специалисты левые, которые не имеют вообще никакого образования, которые пришли из ниоткуда практически, да, они создают вот эти левые школы всякие непонятные, которые обучают, берут бешеные деньги. И первое, что в этих школах обучение стоит, что вы хотите помочь кому-то? Вы хотите помочь там своей бабушке или соседу? Нет, там первым делом стоит, сколько вы будете зарабатывать. Не зря я показала слайд вот этот вот. Там везде во главу угла ставятся деньги. Сколько вы можете уже с этого человека содрать? И мы, как общественная организация, вы знаете, так получилось, что я просто погрузилась в эту тему вместе со своими, ну, как бы, ребятами. И мы практически ежедневно мониторим интернет. И даже мне пришлось подписаться на многие платные каналы, потому как я могу привести свое здоровье в порядок. Ну, и мои тоже ребята подписались. Самое страшное, ладно, если они действительно смотрят тарелки и хвалятся какими-то рецептами. Даже по большому счету какое-то просвещение, просветительская деятельность должна быть. Самое страшное, что я вижу каналы, где написано, там, врач или в кавычках врач, да, он ведет канал, где 50, 150, сейчас я знаю один канал подписчиков, для больных с сахарным диабетом. Виколепно. Понимаете? Они даже не стесняются. И они не стесняются, переходя всяческие границы. То есть вначале они раскручиваются, потом создают дополнительные каналы. Туда переходят подписчики. Тут, естественно, сказочные какие-то рецепты. Вот особенно, конечно, вот с Николаем Александровичем мы сейчас прям нашли общий язык в этом плане, тестостерона и всяких таких вещей. Потому что направо и налево назначаются препараты. И препараты вообще непонятно откуда. И люди наберут себя, когда у них столько подписчиков, вот, ну, товарищи, мы же не против того, чтобы вы занимались просветительской деятельностью. Вы делаете вкусно это, хорошо, люди вас слушают. Да, медицинское сообщество где-то, но это не в обеду, потому что и был ковид. Оно где-то мы опаздываем. И общественные даже организации. Мы опаздываем. Мы проигрываем агрессивному маркетингу. Мы ему проигрываем. У нас нет таких телеграм-каналов успешных, красивых, в которых мы вкладываем. У нас нет вкусной социальной рекламы здорового образа жизни на телевидении. Нет ее, у нас есть вкусная реклама фастфуда, значит, алкогольный продукт, ну, пускай с нулевой отметкой, дамы еще кого-то. Но у нас нет вкусной рекламы здорового образа жизни. Не заказной такой специальной. Вот мы типа сняли, ну, как бы, вот и хорошо. А то, чтобы это привлекало внимание аудитории, причем разноцелевой аудитории. А своими усилиями, конечно, ничего нельзя сказать на государственном уровне, в регионах делается определенная работа, создаются какие-то программы по здоровому питанию, что-то делается интересное. Но мы все равно проигрываем. Потому что одно дело, вот сейчас сделали какие-то интерактивные уроки, мы смотрим в регионах, и там наши молодые студенты приходят к ребятам, рассказывают им о здоровом питании с таким подходом. Это интересно, с играми интерактивными, какими-то мультфильмами, там все включено, и это сделается на профессиональной основе. А другое, когда приходит там тетенька туда, который уже устал, ей просто по разнарядке надо то, что она должна провести лекцию по правильному питанию или как там надо себя вести. И она проводит по разнарядке лекцию, говорит, по данным ВОЗ, вы должны утром есть кашу. И все это таким монотонным голосом. Вот с этого все начинается. То есть вот здорово быть здоровым, мы уже давно говорим, но немножко надо все-таки вкладываться в это совместными усилиями. Поэтому мы сейчас и говорим на эту тему. Можно я все-таки чуть-чуть опять вернусь в сторону врачей? Георгий Гарьков, дайте нам совет, потому что вот сейчас у меня как врача вопрос. У Ольги Владимировны своя история, у меня своя. Когда ко мне пришел пациент, вот как я могу себя обезопасить? Есть такая пословица или поговорка, да, на чужом перу похмелье иметь. Чтобы у меня не было этого похмелья на чужом перу, человек уже навредил себе с помощью прекрасных этих врачей, в кавычках, или не врачей. Он пришел ко мне, как мне себя обезопасить, чтобы вот эти последствия все-таки с одной стороны зафиксировать, и с другой стороны, чтобы не пришлось мне отвечать за чужие ошибки. Документируйте. Я уже неоднократно говорил на круглых словах, и на конгрессах, и симпозиумах среди всяких специалистов разного, да, то есть мы с вами знаем. В первую очередь надо все записывать, все документировать с самого начала, и безусловно в амбулаторной или в медицинской карте подобного больного. Вот этот вот анамнез, который случился при помощи этих чудо-нутрициологов, безусловно, он должен быть описан до мельчайших подробностей. То есть в истории болезни я пишу со слов пациента, и пациент должен подписать. Тогда-то что-то, безусловно, да, безусловно. Вот это очень важный момент, потому что... Чтобы потом это не результировалось в 109, 118 или 238 статью Уголовного кодекса. Все могут посмотреть, что это такое. Да, и вот, да, Николай Александрович, то есть мы должны тоже это писать и про тот же тестостерон, и должен где-то подписать это больной, пациент должен подписать. И они часто скрывают, и это случайно выясняется, потому что им кажется, ну подумаешь, мне же назначили витаминки, там, подумаешь, мне же ерунду назначили, а то, что это может быть токсично... Безусловно, безусловно. С точки зрения юриспруденции... Прошу прощения, Николай Александрович, буквально две секунды туда задали вопрос. В общем-то, к чему сводится роль нутрициолога? С точки зрения юриспруденции, повторю, она всего лишь состоит из следующего, здорового клиента просветить относительно принципов рационального питания, а клиента с заболеваниями убедить обратиться к доктору. То, что да, то, что мы и говорили. Это все. Вот, знаете, у нас сейчас вводится такая, не знаю, ведется она до конца или нет, профилактологи, да, такая специализация. Я когда обращалась к инициатору этой специализации, я спросила, говорю, а будете ли вы давать меню? И мне очень был грамотный ответ, это не входит в нашу профессиональную специализацию. Мы тоже несем просветительскую деятельность, мы не создаем никаких меню, мы не даем никаких профилактологи. Понимаете? А тут у нас люди берут на себя ответственность, не будучи даже врачами, лечить пациента. Может, пришло время ответить на вопросы? Ну, давайте попробуем. Так, добрый день, спасибо за актуальную тему. Если сейчас так много помощников по питанию, то подскажите, пожалуйста, какие действия может совершать этот специалист. Ну, как уже говорили, что помощники по питанию, они себя позиционируют как мотиваторы к здоровому питанию. Поэтому вот их функция всякая, вся основная. Больше они ничего... Просветительская. Больше они ничего не могут делать. А то, что они уже делают, вот поэтому мы здесь сегодня в этой студии. Вот это другое, это уже, извините, превышает их полномочия, скажем так. Повышает ли... Вот это к вам вопрос. Повышает ли сертификацию вспомогательных специалистов в сфере здоровоохранения качества оказываемых услуг? С подвохом такой вопрос, я так понимаю. А если говорить точечно, да, вы должны все-таки выбрать для себя ту базу, на которой вы хотите повысить квалификацию. И если, опять же, да, возвращаясь в зону своей ответственности, я могу сказать, что у нас учреждение, которое держит очень высокую планку, и мы реагируем на запросы, и мы постоянно совершенствуемся, поэтому отвечать могу только за себя в данном случае. Если вы хотите качественно обучиться, и вот Николай Александрович меня поддержит, потому что он абсолютный апологет тоже Центра эндокринологии, что если вы хотите работать и получать качественное образование, если вы уже тратите время, тратите его качественно. И потом, чтобы получить вот эти вот специализации, вы знаете, сейчас очень много всяких разных центров, посмотрите, пожалуйста, на их бэкграунд, посмотрите, сколько врачей подготовили, какие документы, какие у них, да, рейтинги в плане, вот именно, да, в врачебном, между врачебном сообществе. Так, почему нет юридической ответственности за введение в заблуждение об ант-пациентах? Частично ответили, ну еще раз. Отчего же нет? Да есть она, не надо вводить больше законов на самом деле, вполне можно обойтись действующим законодательством. Еще раз повторюсь, то есть, нутрициология, да, как составная часть диетологии, это, безусловно, лицензируемый вид деятельности. Понятно. Соответственно, если вы занимаетесь деятельностью, некой деятельностью, которая требует лицензирования, без наличия таковой, соответственно, вы подпадаете под действие Уголовного кодекса. В частности, есть 235-я статья Уголовного кодекса, которая так и называется. Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. Вполне достаточно. Опять же, возвращаясь, если есть болезнь, то ее лечит врач, правильно? Только так. Коллеги, а можно вот вопрос Георгию Гайевичу задать? А если, допустим, вот часто же эти нутрициологи и различные хелл-коучи, да и неважно, кто там, да, то есть и даже врачи, они не пишут в соцсетях, типа вот у них нет документов, да, они рекомендуют. То есть они даже иногда бывают и не отправляют о своем имени эту всю информацию. У них какие-то там рендомные программы, которые это все делают. И тут вот как юридически, то есть он рекомендует, значит, рекомендация это такая вещь, как бы ее можно принять, а вам можно не принять, согласитесь, да? И тогда получается, есть ли у него ответственность за выполнение вот соответствующих, то есть отправление таких рекомендаций. И еще второй вопрос. Очень часто такие специалисты, они могут подменять терапию, то есть, условно говоря, есть базовая у них терапия, они никуда ее не девают, допустим, ну, допустим, лечат гипотирез левотироксином, а сверху 25 батов абсолютно необоснованных, которые, ну, может быть, какие-то обоснованные, но в основном необоснованные, да, там, начиная от какого-нибудь, не знаю, куркумина, заканчивая там какими-нибудь, не знаю, табачными, извиняюсь, клизмами, это я, конечно, утрирую. И вот здесь юридически, соответственно, как вот в этой ситуации поступать, они вообще ответственны за свои вот эти рекомендации или нет? Ну, смотрите, что значит рекомендуются? Если они рекомендовали и крайне аккуратно подошли к оформлению этой рекомендации, безусловно, будет очень сложно доказать причину-следственную связь с причинением вреда здоровью, как я уже говорил. Здесь уже будет зависеть от степени тяжести, да, последствий, и, соответственно, смогут ли следственные органы, в случае их интереса к этим рекомендациям, смогут ли они доказать именно то, что вот следствие этих рекомендаций, а человек получил вред здоровью или, не дай бог, лишился жизни, как в вашем случае про девушку вы рассказывали. Соответственно, крайне тонкая грань здесь вот отделить юристику, соответственно, от медицины. Очень сложно, очень сложно подходить к этому вопросу, и еще раз повторюсь, пока не будет выполнен социальный заказ, да, со стороны государств, так эти специалисты и будут, так сказать, и размывать вообще понятия медицинской помощи, врачебной помощи, и подменять его вот этими вот псевдопонятиями, которые якобы помогают людям, на мой взгляд. Какие существуют методы повышения доверия к инфекциональной медицине среди пациентов разных возрастов и культур? Ну и сейчас, на самом деле, то время, когда у нас, опять же, возвращаясь к специализации, возвращаясь к переподготовке, у нас в Центре переподготовка врачей подразумевает в том числе и работа с суперпрофессиональными коучами, те, которые тренируют бизнес и те, которые умеют это делать качественно. И в нашем цикле усовершенствования есть такой блок именно по взаимодействию с пациентом, потому что уровень доверия начинается с момента, когда пациент зашел, как ты его посадил, как ты с ним разговариваешь, как ты выстроил диалог. Это такая тонкая, знаете, паравербальные такие связи, которые выстраиваются вот здесь медицина, искусство. И если мы говорим про уровень доверия, то, во-первых, начиная с того, что пациент, прежде чем прийти к врачу, все-таки смотрит, да, и отзывы смотрит, и смотрит, опять же, сарафанное радио никто не отменял. Я думаю, что эта история, это скорее, да, отдельный семинар нужен. И Николай Александрович участвовал у нас в таких семинарах для эндокринологов. Мы работали с эндокринологами, потому что, понимаете, как говорит президент Центра эндокринологии, ты должен дать стакан воды, Иван Иванович Насучин, ты должен дать стакан воды и сказать, тебе поможет. И поможет, потому что 30% плацебоэффект никто не отменял. Понимаете? Чем они и пользуются. Чем пользуются, да. Вот, относительно специализации нутрициологии, сейчас уважаемый Центр Институт питания и биотехнологий, они все-таки вынесли на обсуждение проект о профессиональном, да, вот это присвоение, да, профессионального сообщества, да, нутрициологов. Кто может быть нутрициологом? Профессиональный стандарт. И во главу угла все равно ставится врачевание. Ну, мне кажется, что на первом уровне нам бы хотя бы обеспечить просто амбулаторном звене количество необходимых диетологов, которое положено по законодательной базе нашей. Это не то, что надо что-то придумать, надо просто обеспечить рабочие места даже моим выпускникам, нашим выпускникам из ординатуры, которые выходят, выпускники постдипломной переподготовки. У нас уже масса врачей, вопрос, где им работать, чтобы простые люди, которые хотят все-таки, да, иметь точку опоры и которые понимают, что врачевание это все-таки не интернет, а история, чтобы они знали, куда прийти, кому прийти. И очень хотелось бы в амбулаторном звене в помощь всем специалистам иметь положенного диетолога. Хорошо. Все, спасибо. Может ли сам пациент непосредственно во время приема уточнить статус образования специалиста? Я, по крайней мере, рекомендовал делать это в первую очередь. В первую очередь. Но это ваша жизнь. Кнопку ресет не нажмешь, а навредить собственному здоровью вообще лишит жизни. Вот яркий пример Николай Александрович. То есть, Георгий Георгиевич, мы заходим, вот я в роли пациента, я захожу и говорю, Ольга Владимировна, я к вам записалась, а скажите, пожалуйста, какое у вас образование? То есть, если это не висит, у нас в центре эндокринологии все висит на входе. Прежде чем пациент зашел ко мне в кабинет, есть листочек, где написано, какое у меня образование. Естественно, все проверено, да, моими руководителями все это все знают. А вот когда мы с вами готовились, мне врачи прислали некие выдержки, кстати, из московских центров. Врачи работают, не имея должного образования. Я сейчас не буду ничего указывать, просто вопрос уже даже к руководителям. Каждый на местах, на месте, на своем должен нести свой уровень ответственности. Мы сейчас апеллируем государству, там закон, незакон. Давайте начнем каждый с себя. Давайте каждый, вот если это руководитель клиники, посмотрите, какие документы принесли. Да, есть лицензирование, но вот согласно закону, как сказал Георгий Игоревич, давайте четко соответствуем. Потому что наши пациенты, правда, подчас не знают, а правда это или не правда. И вот какие-то безумные сообщества, какое-то общество, какие-то академии, ассоциации. Ассоциации, профессиональные, очень много, да, да, да. Вот если мы берем по законодательную базу, что мы берем за точку опоры? Это должны быть какие учреждения, которые отвечают от имени государства? Что это? Государственное лицензирование? Что это может быть? Ну, безусловно, профильное министерство, соответственно, опять же, Росздравнадзор. И они за этим, в общем-то, смотрят. По большому счету, еще раз говорю, не стоит изобретать велосипед. Как только возникнет необходимость, порядок здесь наведут буквально за один квартал одного финансового года. И еще про специалистов хочу сказать, что, конечно, когда вы обращаетесь к специалистам, вот сейчас этого действительно много, а в основном еще прикрывается зарубежными сертификатами. Я хотела бы предупредить сейчас даже больше пациентское сообщество. Мы же сами попадаемся на эту красивую удочку вот этих ярких оберток. Там лондонская школа, еще какая-то школа. Вы знаете, допустим, этих же школ, нутрициологов или каких-то специализаций, да, они по пальцам их можно пересчитать, которые считаются, имеют такой международный реальный уровень. Вот, и они, на Олимпе находится система образования. А часто это бывают такие же, как у нас давали в 90-х, МММы. Где-то под лестницей, там, в Лондоне, с третьего переулка, три дня прошел и дали сертификат красивый. И буквально вот этими сертификатами, там, других разных стран, увешаны, значит, как раз уважаемого, в кавычках, специалиста, его портфолио или сайты. И люди на это ведутся, обязательно перепроверяйте, ну хотя бы, ну зайдите, посмотрите, что это. Ведь даже если, почему мы вот так сейчас подняли проблему, потому что когда мы стали, так назову я свое, маленькое общественное расследование, стали ковыряться дальше, пошли, буквально надо посмотреть, а кто это. Вот предлагают услуги корпоративных программ там по здоровью. Раз посмотрели, там висят красивые доктора, и все очень хорошо написано, что вот эту корпоративную программу подготовили вот такие-то специалисты. Вы идите дальше, смотрите контакты, кто, что, кто дальше идет. То есть надо просто дальше залезать, смотреть, и следом увидите, что за этими красивыми фотографиями уже стоят не те специалисты. И что предлагают расценки? В основном, где сразу бросается в глаза после красоты денежный фактор, столько-то модулей, столько-то, а столько-то, столько-то. А если ты купишь мою книжку, что значит, это будет тебе счастье, то, ну слушайте, вы должны сразу напрячься. Поэтому по сертификатам, конечно, очень тяжело пациентскому сообществу, я согласна. Но мы не должны доверять свое здоровье, самое ценное, и здоровье своих близких, а тем более уж детей, ну, в руки шарлатанам, скажем так. Поэтому прошу, проверяйте. Так, ну давайте, да. Интересный вопрос, вот как у других стран. Вот, я хотела даже Николаю Александровичу задать вопрос. Я потом прокомментирую на примере. Как в других странах решают проблему лже-врачей? Знаете ли вы примеры? Буквально он недавно мне рассказывал. Ну, коллеги, да, на самом деле эта проблема-то не только у нас. Возьмите зарубежную литературу, различную там и научную, и научку литературу. Об этом также и в Америке, и в Великобритании, и в Германии. Даже то, что стоит та ситуация с гомеопатией, которая там активно пропагандировалась в Германии, а в Великобритании, например, там целые прям книжки писали, целые прям выступления были против вот этого внедрения в клиническую практику. Ну, на самом деле, очень большое количество людей, как бы, то есть вариантов, когда, значит, встречаешь в литературе, что, допустим, значит, в Америке в своё время, допустим, тестостероном лечили депрессию. Они очень сильно обожглись на этом, да, и была целая такая определённая такая законодательная инициатива на том, чтобы вот эту тему прикрыть, соответственно, да, то есть поэтому решают как, пытаются какие-то программы предложить, пытаются предложить какие-то варианты в плане, значит, просвещения среди врачей, да, но всё равно то же самое они не могут решить окончательно эту проблему, они не могут решить. Точно так же обсуждается, делаются некие варианты, соответственно, но также борются вот как бы с некими ветряными мельницами на сегодняшний день. Но, тем не менее, всё-таки какие-то программы заработали в той же самой Великобритании, в Америке, которая пытается как-то, ну, так сказать, решить ситуацию. Что касается конкретного примера, буквально вот в прошлом месяце Королевский Испанский суд приговорил одного несостоявшегося врача к крупному денежному штрафу и к отбыванию наказания в тюрьме. Канва ТКА, пациент обратился в клинику стоматологическую, и ему джентльмен, который его принял, удалил четыре зуба. Удалил, пациент пошёл домой. Потом у него что-то разболелось, он, естественно, вернулся обратно, с повторным визитом, выяснилось, что зубы ему удалял уборщик этой клиники. Соответственно, вот этот несостоявшийся врач сейчас отдыхает и думает о прекрасном. Нет, у меня вопрос. А как уборщик попал на место? Это к вопросу организации труда в медицинских учреждениях. Это отдельная тема для отдельного разговора. Там тоже есть аналогичный вопрос. Я мог бы привести массу примеров. Америка этим очень страдала, особенно в 60-70-е годы. Там чего только и кого только, и кем только не было вылечено. Но как уже Николай Александрович говорил, там это всё-таки выливает в гигантские миллионные, многомиллионные иски. У нас, к сожалению, подобные компенсации вряд ли мы сможем. Сейчас люди у нас сами идут, поэтому это ещё доказать же надо. Мы же сами идём. Безусловно. Мы же ведёмся на яркие обёртки. Это к вопросу о том, какие дипломы, собственно, вы можете увидеть, когда пришли. Вначале нам говорили, что там образование самое лучшее, и практически получилось так, что именно на это и ведутся. Я просто сама сталкивалась с тем, что… Вы говорите, ведутся пациенты. А вы знаете, что есть такая некая организация, которая вот среди косметологов. Мы с Николаем Александровичем всячески стараемся косметологам помогать в плане образовательной деятельности со стороны эндокринологии. И у нас, слава богу, это получается, уже прислушивается. А достаточно долгое время некий, как называет Георгий Гарриевич, джентльмен из Франции, обучал эндокринологии. И когда мы стали изучать его бэкграунд, он где-то, когда-то во Франции, в какой-то маленькой поликлинике работал. Он никакой не профессор. Он вообще человек, которого никто не знает во Франции. Но сюда его привезли в таких обёртках, понимаете, вот как… На вороном коне въехал. Ну, это не то слово, на вороном коне. И вот собирал сумасшедшие деньги, и врачи, косметологи платили просто баснословные деньги за три дня, а вы говорите про пациентов. Им казалось, что он им за три дня расскажет такие сакральные знания, которые мы не можем найти гадать. Главные глаза. Да-да-да, вот как раз. И к вопросу, подскажите, пожалуйста, будет ли правомерно не представлять рабочие места в том же фитнес-клубе для таких специалистов? Уже кого-то напугали? Да, ни у какого фитнес-клуба нет обязанности по законодательству предоставлять рабочие места подобным специалистам. Хотя, в принципе, порекомендовать обращаться к доктору, если у фитнес-клуба будет бюджет для такого кабинета, где придёт… Да, нет, нет. Никакой лицензии, ни в коем случае. Я вот по поводу лицензии… Это отдельная тема для отдельного разговора. По моему скромному мнению, нутрициолог – это человек, который может себя найти в фитнес-клубе или в салоне красоты. С рекомендацией обратиться к доктору. Финальный. Нет, ну специалисты по питанию, мы уже с вами тут обсуждали, имеет место быть. Ну, как бы это даже прекрасно. Иногда смотришь, что рынок кишит такими блогерами, где иногда всё-таки кто-то до кого-то удается достучаться. Но где грань и какие правила игры, и кто их соблюдает – вот это вопрос. Николай Александрович, к вам тут как раз подтверждаю. Николай Александрович, это я зачитываю наше обращение к нам, что андрология страшит многих коллег в рамках практических назначений. Ну, потому что нужно, скажем, как сказать, если у вас есть желание, приходите, обучайтесь в Энси у нас на кафедре. И, в принципе, мы часто ездим в регионы, пытаемся просвещать. И некие соцсети, я думаю, что видели, заметили, тоже в основном основаны не для зарабатывания денег, соответственно, или, как сказать, обливания грязью своих коллег, а именно для образования вас, врачей. Поэтому задавайте вопросы, пишите. Мы всегда готовы с вами работать. И, в принципе, как вот люди уже научились работать в андрологии, они понимают, что большинство пациентов, которыми вы будете сталкиваться, всё-таки не те классические андрологические пациенты, с которыми сложнее работать, может быть, в каком-то плане, а те, которые вы, в принципе, видите в клинической практике. Основной поставщик – это как раз пациенты с ожирением. Да, вот когда надо правильно пациенту этому определить, нужно ли ему там андроген на правильной терапии, не нужна. И при этом как бы не перебарщивая в плане вот этих новых веней и специфических референсных интервалов. Кстати, по поводу фитнес-инструкторов и вообще фитнес-индустрии, я же немножко связан, как я уже сказал, с этим. На самом деле есть федерация бодибилдинга, да, Российская Федерация. Они пытаются регулировать, на самом деле, эти моменты. Они пытаются внутри своей федерации, вот эти сертифицированные фитнес-клубы, они пытаются как-то выстроить тактику направленную, чтобы всё-таки брали специалистов более качественных, а не просто каких-то там левых нутрициологов, коучей, образовывали на местах этих и через тот же самый вот колледж. И, конечно же, всё равно не получается им решить эту всю проблему, но как и в принципе в профессиональном сообществе в целом. Тем не менее, на самом деле, если каждый год хотя бы по 5% будут перерастать врачи, фитнес-инструкторов, врачей, которые будут понимать эту проблему, и если особенно будет какая-то действительно социальная инициатива государственная, которая направлена на исправление этой ситуации, конечно же, мы можем хотя бы не побороть эту ситуацию, а переломить хотя бы в пользу свою. Сейчас мы реально проигрываем этому сообществу, и во многом это связано, как я уже сказал раньше, с нами, соответственно. Ему сразу. И ещё вопрос, Николай Александрович, почему вам? Почему врачей, которые назначают тестостерон, заместительную терапию вне клинических рекомендаций, придумывают новые референции, новые авторские методики, и их никто не контролирует, никто не наказывает? Почему они не несут ответственность? И к вам в том числе, наверное, за свои фактические противоправные действия? Ну, я не знаю, как ответить этот вопрос в плане, почему они придумывают, но, наверное, они решили, как сказать, бросить вызов обществу. Ну, если честно, могу так сказать, почему это происходит, на примере и спортсменов в том числе. Дело в том, что действительно, когда вы поднимаете уровень тестостерона выше определённых значений, может измениться немножко совершенно другие эффекты вы можете получить, в том числе и физическая работоспособность, и сексуальная активность, и прироста мышечной массы. И, скорее всего, может быть, от этого летит вся история по поводу того, что вот зачем вам там физиологические интервалы, которые мы предлагаем в рекомендациях. А вот есть некие определённые вот такие вот сакральные интервалы, которые действительно дают более эффективное достижение результата. Поэтому, наверное, оттуда это всё летит. Но вообще почему? Ну, не знаю, может быть, они хотят выделиться. Вот вы не знаете, я сейчас недавно столкнулся с ситуацией, когда пациенту назначали тестостерон в свечах. Ну, например, ну смысл назначения тестостерона в свечах, если есть там реально нормальная терапия, это уже пройдено в 50-х годах XX века, выяснилось, что этот доктор предлагал сакральные знания. Он должен как-то был выделиться из этого всего сообщества андрологов вот именно какими-то такими своими способами. Удивительная история, конечно, хотя, мне кажется, пациент должен сам был хотя бы немножко задуматься по этому поводу. Но вот такое происходит. Это, знаете, как в своё время мне учитель говорил, а зачем ты продаёшь свою гипокалорийную диету? Все её прекрасно знают, как сказал Фатима Хаджимурат, но ты её сделай сакральной. Там, не знаю, диета каких-нибудь тибетских монаков или там, не знаю, или японских, значит, самураев, вот тогда ты будешь продавать. Вот то же самое, наверное, происходит и в рамках и андрологии, и нутрициологии и других направлений медицины. Тут ещё надо всё-таки поставить на точки над «и» понимание клинических рекомендаций, то, о чём вы сказали, да? Как человек, который участвует в написании клинических рекомендаций, чтобы их написать, ты должен много статей проанализировать, да, ты вытащить многие такие вот зёрнышки должен и обосновать, вплоть до того, что нарушение пищевого поведения или нарушение приёма пищи, вот даже эта терминологическая история обсуждается постоянно, не говоря уже о том, да, то, что вы, да, сейчас только что прокомментировали. И опять же, да, в помощь, опять же, врачам они и пишутся. И как нас учит Георгий Гарьевич, если вы пишете согласно клиническим рекомендациям, вы тем самым себя обезопасили. Безусловно. Если хочется полечить, и как говорит Николай Александрович, есть желание полечить этого пациента, есть необходимость, согласно клиническим рекомендациям, не выходя за рамки, то надо просто написать эти слова, и они помогут нам дальше, да, защитить себя. И просто, они боятся, просто очень многие врачи боятся назначений в силу определённой, да, даже юридической ответственности. Николай Александрович, какие наиболее опасные осложнения могут быть при введении тестостерона без показаний и отдельно гормонно роста? Ну это быстро, если можно, там ещё идут вопросы. Быстро, быстро вопрос. Скорее, уход из тестостерона – это в большей степени риск тромбообразования, то есть наиболее опасный, и если речь судится событий при супрафизиологических и неправильных дозировках, соответственно. По гормону роста, ну там история очень такая смутная, но в основном мы боимся проонкогенного эффекта, то есть влияния на онкологические процессы. Понятно, это пока не совсем доказано до 100%, но это является такой красной линией, на которую мы ориентируемся. То есть остальное – это такие по мелочи, если, скажем, длительно не использовать терапию. Опять же, если мы комментируем про гормоно роста, мы, как вы правильно говорите, это не сиюминутный эффект, если тромбообразование – это всё-таки в обозримом будущем, то проонкогенный эффект. И тогда как называется эта статья? Нанесение вреда? Еще раз повторюсь, если она привела к тяжким последствиям в виде гибели пациента – 109-я статья, если просто тяжкий вред здоровью – 118-я. А 238-я – это вообще универсальный, самый любимый нашими исследователями, потому что там срок привлечения 10 лет – это оказание некачественных услуг. То есть если нет клинических рекомендаций, нет доказанного, приобретенного дефицита гормона роста, то можно из трех статей выбрать следователю, какая ему больше нравится. Да, но он сначала выбирает тяжкие, если успевает по срокам привлечения к уголовной ответственности, он на них и остаётся. Если нет, там 3 года, а здесь 10 лет. Ну в течение 10 лет любая онкология может появиться, а вообще не связанная с назначением гормона роста. Понимаете, и каждый доктор обязан об этом помнить всегда. Ну да, я почему и сказал, что на самом деле по гормону роста сложно всё сейчас. Мы видим его активное использование в спорте, нелегальное, естественно, использование в спорте. И когда говорят, типа, спорт чистый, я вас уверяю, я работаю с профессиональными спортсменами, там далеко всё не чисто на самом деле, потому что спорт в больших достижениях, к сожалению, там использование фармакологии не всегда возможно сделать. И гормон роста использую, допустим, в определённых видах спорта, где, ну, я не буду их перечислять, чтобы там тень не бросать на эти виды спорта, в качестве реабилитации, в качестве наращивания мышечной массы, сухой мышечной массы. Мы видим, что массово они не гибнут, конечно, от геологических заболеваний, но тем не менее же вопрос в том, что мы-то видим, как бы, ещё раз, вот верхнюю часть айсберга, что там под водой происходит, сколько людей, может быть, действительно погибает, имеет кучу проблем, поэтому вопросы, то ей будет изучение. Кстати, в Америке та же самая история, они сами об этом говорят, у них очень активная такая вот федерация бодибилдинга, они, конечно же, тоже и других видов спорта об этом говорят и не знают до конца статистику. Вопрос антрологии, это медицинский вопрос, уже ревнует к вам, Николай Александрович, потому что слишком много вы говорите. Давайте вернёмся на трициологию. Вопрос, если специалист сидит в Америке, например, некто Анна, Анча Баранова, или Анна, наверное, Баранова, и диктует докторам, как быть в этом случае? Ну, у нас не только Баранова, мне кажется, у нас очень много тысячи таких блогеров-миллионников, которые что-то обращают... Дают сертификаты американские, которые не валидизированы в России, которые не имеют... И у меня одна из врачей зашла в этот блог и спросила, ну, у вас же сертификаты не валидизированы в России. Чем это закончилось? Её пустили в бан. Её просто закрыли, всё, она больше не вхожа в это сообщество. Не мешает. В общем, полмиллиона люди платят, получают так называемые сакральные знания. А как я вот вижу, честно, очень много читая вот этих блогеров, они на самом деле... Мне такое ощущение, что они рассказывают, пусть никто не обижается, но они на русском языке рассказывают медицину, которую когда-то врачи не доучили, не допоняли в институте. И сейчас очень много же интересного появилось. То есть они на понятном языке рассказывают достаточно банальные вещи, которые потом продают... Ну, как мы о чём и говорим, да, надо быть ближе к народу, то есть как бы спуститься после... Ну, это с одной стороны. Мы проигрываем им, потому что у них есть подходы, вот этот вот интересный маркетинг, он вкусный. Ну, что говорить? Если кто того, да, когда ты приходишь, да, ну, я греха чё что-то есть. Сколько я лазила в интернет и узнавала что-то такого интересного, но у меня было у кого спросить. А иногда человек не доходит и не спросит эти вопросы там, да, у врача, и как бы это интересно. Ну, это в плюс или в минус. Ну, вот как раз вопрос, какое количество пациентов, по вашему мнению, осведомлено о том, что... А, нет, нет, нет. Вот, добрый день, коллеги. Возможно ли продемонстрировать населению статистику пагубным в случае после обращения к специалистам? Я думаю, во-первых, мы для этого и собрали, вот как вот, точнее, собрали сегодня на эту передачу. Во-первых, мы уже, каждый из нас, у нас есть определенная своя личная статистика, вот у нас, как у движения, у докторов, да, и у адвоката, естественно, этих случаев. Вот, мы сейчас собираем, у нас приблизительно статистические данные свои такие есть, но они, как бы, естественно, не последняя инстанция. И, по большому счету, эту передачу сегодня, дорогие мои доктора, врачи, вот, неравнодушные люди, мы обращаемся к вам. Мы, как движение «Стройная Россия», сейчас этим тоже очень активно занимаемся. Это для нас прям принципиальный, главный вопрос. Если у вас есть возможность, мы оставим контакты на Первом Медицинском, пожалуйста, присылайте свои случаи, можно без имен, без фамилии, но хотя бы можно было бы с вами связаться, с которыми вы сталкивались. Потому что, когда мы бываем на конгрессах, на конференциях, когда мы общаемся с профессиональным медицинским сообществом, как раз там мы узнаем о многих таких случаях, ну, или либо к нам обращаются люди. Но они обращаются тогда, когда бывает практически очень сложно, ну, не сложно, а приходится врачам прилагать массу усилий, чтобы спасти человека. Поэтому мы к этому вопросу относимся очень, ну, неравнодушно и серьезно. Потому что на наших глазах случались такие ситуации, когда, ну, плачевно, когда практически мы благодарны медикам нашим, которые вытаскивали с того света. Это не говорит о том, что взрослый человек, он ответственный за свое здоровье. Но опаснее всего, когда в это болото попадают дети, особенно подростки, которые стремятся похудеть, которые что-то хотели бы изменить в своей форме, которым как бы навязывает вот это агрессивный маркетинг, ребенок не справляется. Поэтому вот, ну, вот так вот. Ольга Владимировна, можно ли принять как факт, что если хотят врачи передать какую-то свою, ну, свою какую-то историю, да, передать информацию к вам, ну, на сайт или... Да, на сайт или... А на обратную связь? Да, ну, обратная связь. Тогда мы как бы либо здесь оставим, либо... Ну, можно ли вас легко найти в интернете? Да, 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 да. Инфо собака встроеннойроссии.рф Это почта. Эта почта написана на сайте. Вы можете так что присоединиться к движению и прямо в почту отправлять нам письма и свои случаи. Если контактные ваши номера, с которыми мы могли бы связаться, там, да, с вами обратной связью, то есть прямо я лично, и мои коллеги позвонят, и мы с вами проговорим, и если вы как бы встанете вместе с нами в наши ряды, ну, как бы нам будет очень лестно, приятно, потому что... Что-то надо делать. Да, что-то с этим надо действительно делать. Да. Вот. А как сейчас развивается теневой рынок телемедицины? Бурно. Пока государственная мухобойка не закрыла эту тенденцию. Вот. Ну, как развивается... Как понять, врач консультирует или врач консультирует или нутрициолог, какие документы специалисту нужно посмотреть? Ну, мы уже как говорили, да. Добрый день, коллеги. Скажите, как законодательно регламентировано назначение БАД, имеет ли право вообще нутрициолог их рекомендовать? Как мы знаем, случаи токсического гепатета не исключены в нашей практике. А что мы... О чем вы, кстати, про токсический тоже рассказывали? Да, у нас есть понимание, что если мы лечим болезнь, то мы лечить ее должны лекарствами. Если мы говорим о неком варианте БАДов, то должно быть обоснование. БАД, БАДу рознь, да. То есть, это неплохое слово БАД. Та же самая омега-3 это биологически активная добавка, которая существует в том числе и в молекулах. И более того, все лекарства, они начинали движение, да, с этих самых вот биологически активных молекул. Я думаю, что на сегодняшний день это то время, когда уже пришла, собственно, пора разграничить историю назначения, вернее, регламентировать историю назначения БАДов, потому что выходят новые БАДы, которые имеют хорошую доказательную базу, но нужно время, чтобы они зашли, и чтобы врач мог спокойно их назначить, тот же самый куркумин. Очень много исследований, но пока та самая токсическая дозировка, которая может нанести вред печени, она тоже не до конца регламентирована. Поэтому сначала была плесень, потом мы получили пенициллин, и тут та же самая история, скорее всего, молекулы многие выйдут, поэтому я бы не стала так вот резко говорить БАД, нельзя БАДы. Давайте все-таки думать, что, когда, и для чего мы назначаем. подскажите, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в течение какого периода после назначения схемы лечения со стороны нутрициолога к ЖЭС-специалисту могут прийти из Следственного комитета? Ну, я уже говорил, да. И мы пришли к вам. Если все-таки поступит заявление пострадавшего, и Следственный комитет примет решение возбудить уголовное дело, в стандартной ситуации, то есть, три года, десять лет, опять же, надо будет понимать, какие последствия, в общем-то, эти рекомендации и к чему они привели. Ну, сами понимаете, десять лет это достаточно большой срок, вы уже, наверное, забудете об этом человеке и в его существовании. Бац, и вам папа. Вы знаете, мне вот что аналогия, я могу, никого не хочу обидеть, у нас около дома поставили недавно светофор, и стоит тут же представитель, доблестный представитель полиции, я ему задаю вопрос, а вот на каком основании вообще ставятся светофоры? Заявки граждан, в том числе, да. Заявки граждан и количество смертельных исходов. Ну, статистика сама. Да, статистика. Вот, у меня такое ощущение, что нам надо всем поставить эти светофоры. Да. И Ольга Владимировна, мы очень на вас надеемся, что вы соберете вот этот пул, да, пул неблагоприятных исходов, это называется, назначений, и вот эти светофоры мы расставим совместно. Невозможно даже одному государству, да, даже вот законодательную базу, я вам показываю, у нас есть законодательная база. Не надо ничего придумывать. Придумывать ничего не надо, надо просто всем на местах собраться и делать. Если будет у нас точка отсчета, точка опоры, куда наши врачи могут присылать эти случаи, наверное, вы как общественная организация поможете врачам, потому что, ну, просто нет времени у врачей достучаться, докричаться, и мне кажется, для этого и нужна общественная организация и эти ворота, которые вы нам сегодня открываете, для того, чтобы каждый доктор, неважно, где он находится, все-таки помогал, да, потому что первая заповедь у врачей не навреди. Тем более, когда есть врач, он лечит, и в основном, даже не блогерским делом, вот, а общественной организации для того, чтобы собирать вот эти вот крики души граждан, скажем так. Давайте еще вот интересный один вопрос, по-моему, тут вот прошел в списке деятельности для самозанятых есть диетология. Нужна ли медицинская лицензия для этого и подтверждение врачебной специальности? Нужно. Мне кажется, достаточное количество. Вы можете потом прокрутить обратно передачу и посмотреть, какая законодательная база. Опять у меня еще вопрос. Та же Анча Баранова, она профессор-биолог, не клиницист, а условно говоря, лезет в вопросы лечения. У нас еще платные жуткие школы, где учат по словутому, вот как с ним бороться, у них свои стандарты, победить шарлатанов от дьявольской медицины. Но вот по поводу школ, кстати, я имею в виду вот наших школ конкретно. Как раз сейчас именно с блогерской сферой мы активно перешли к вопросу к школе, и мы эту тему тоже будем поднимать, потому что именно там стала всплывать вот эта вся грязь, что на самом деле заявляется одно, причем не буду сейчас омрачать некоторые сайты уже и таких уважаемых организаций, где это все красиво преподносится, а когда начинаешь туда глубже лезть, то получается, что там далеко не все так, не все золото, чтобы... Вы знаете, тут еще надо отдать, ну, в плохом смысле, должное нашим журналистам. Они поймают какое-то, вот знаете, им сенсации нужны, и они сами из-под вальпиарят этих вот лже-врачей. Ведь сколько, смотрите, открывайте Яндекс, кто-то там сказал, там доктор сказал, когда начинаешь доходить до истины, просят комментарий, да, ты понимаешь, что три мышки у этих трех мышек посмотрели, а теперь это так распиарено, что, к сожалению, да, тут вот, в общем, это общественная история, которая не только врачи в этом, скажем так, да, задействована, задействована очень много структур. Дальше у нас время немножко поджимает уже, но сейчас мы... Огромное спасибо, вот так, благодарю за то, что поднимаете такую важную тему, но это один поле, да, вот-вот от Натальи, как с вашей точки зрения следует разделить компетенции диетолога и нутрициолога, могут ли они работать в симбиозе? Они обязаны работать в симбиозе, потому что без нутрициолога, который будет на этапе профилактики нам помогать, очень сложно, у врачей очень большая загрузка, большая, напряженный график работы, и мы лечим больных. А самое лучшее лечение, это профилактика, конечно, никто не умаляет заслуг нутрициологов. Есть очень хорошие нутрициологи с хорошим образованием, с хорошим пониманием своего функционала, которые никогда не назначают, не заходят в ту зону ответственности, где они не имеют должных компетенций. Поэтому только в симбиозе и вообще пришло время договариваться. Давайте не бороться, давайте договариваться, давайте решать совместно во имя здоровья нашего населения, во имя здоровья нашей нации. И я думаю, что только когда мы друг друга услышим, будем слушать, при этом все-таки понимая, что есть Георгий Гайевич, который нам про нашу ответственность говорит, юридическую, я думаю, что только так мы сможем достичь каких-то жизненно важных рэперных точек. Георгий Гайевич, последний, как это слово. На самом деле хотелось бы резюмировать, что в конечном счете, безусловно, лучше обходиться без моей помощи. Давайте договариваться. Понятное дело, что здесь на кону стоят огромные деньги, и вопрос, очень сложный социальный вопрос именно сейчас найти, работу, устроиться, но это еще не повод бечь в сторону внутрициологии, потому что, помните, следственный комитет не дремлет. Николай Александрович, что вы округлили? Я думаю, что нам нужно действительно больше мероприятий подобных проводить, пытаться популяризировать на местах, среди в том числе врачей, объяснять им, что действительно очень не всегда те же самые врачи знают, что можно мониторить по тем или иным показателям. Вот я сталкиваюсь с этим в работе. И чем больше у нас таких будет мероприятий, в том числе, если нам будет помогать организации, инициативные, в том числе, как встроенная Россия. И если это действительно потом будет социальный запрос, это, конечно, быстрее все пойдет. Но, тем не менее, сейчас что мы можем, это вот как раз популяризировать, объяснять, рассказывать, везде на местах, говори как надо. И, скажем, это может быть как-то позволит уменьшить процент людей, которые будут, и врачей в том числе, кстати, и врачи в этом плане, как в сектанство, как говорится, уходят, которые будут попадать в лапы вот этого теневого бизнеса, прежде всего, это не медицина, это теневой бизнес. Вот правильно было сказано, это зарабатывание денег. Чаще всего в 99% случаев. Спасибо большое, Николай Александрович. Ну, дорогие друзья, мы не прощаемся с вами, мы думаем, что мы еще раз выйдем в эфир, пообщаемся, потому что мы подняли эту проблему, мы постарались как бы найти эти рэперные точки, даже общие наши какие-то взгляды вместе с вами, и думаю, что вопросы пришлют еще нам интересные, и врачи заинтересуются. как бы с нашей стороны это первый шаг навстречу к вам, вы должны тоже шагнуть к нам навстречу, до новых встреч. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами, спасибо большое нашим спикерам, которые оторвались от своей любимой работы, от своих пациентов, и пришли сегодня для того, чтобы всем вам донести эту простую истину. Здоровья не купишь ни за какие деньги, будьте здоровы и счастливы. Всего доброго. Всего доброго.